Друзья, всем огромный привет! Меня зовут Таня и добро пожаловать на мой канал о парфюмерии. Сегодня я вам покажу три парфюма, которые появились в моем парфюмерном гардеробе. Два из них я приобрела, наверное, уже два месяца назад, просто еще про них вам не рассказывала. И один я буквально вчера побежала и купила. А почему побежала? Потому что прочитала, что этот парфюм снимают с производства. Безусловно, он еще будет долго оставаться на прилавках и в парфюмерных магазинах, и в онлайн-магазинах. Но я так подумала, что пусть он лучше стоит в моем парфюмерном шкафчике, чем потом он резко исчезнет или поднимут на него цену, и я потом буду об этом жалеть. Кому интересно, оставайтесь со мной. Всем приятного просмотра! Первый парфюм, который снимают девочки с производства, это Трезор Ланком Лануит. Красивая такая коробка, да? Согласитесь, мне очень нравятся коробки у этого бренда. И здесь написано, и здесь розочка, логотип, и внутри, знаете, такая конструкция, что парфюм там очень крепко, так плотненько сидит. В общем, очень качественно, красиво. Так, и сам флакон, конечно, безумно красивый. Этот бриллиант с черной розочкой, содержимое этого флакона, наверное, все знают. Многие знакомы и многие имеют этот парфюм в своем парфюмерном гардеробе. Это очень сладкий, очень насыщенный, очень глубокий, очень тягучий, вечерний, наверное. Кто еще не знаком с этим парфюмом, давайте я вам сейчас зачитаю пирамиду. Груша, танжерин, бергамот, клубника, ванильная орхидея, черная роза, маракуйя, пралине, карамель, лич, ваниль, пачули, ладан, кофе, лакричник, кумарин и папирус. Вот такая обширная тоже у него пирамида. Знаете, я вообще не люблю такие сладкие, сладкие, насыщенные парфюмы, где все вместе. И ваниль, и пралине, и карамель, и сладкие фрукты. Но этот парфюм, он до такой степени вот сложен грамотно так, что здесь этот парфюм не хочется разделять на ноты, а хочется просто его наносить на себя и наслаждаться. Вот сейчас вовремя я его купила, на осень. Буду его с удовольствием носить, конечно же, вечерний, потому что он вот тут, знаете, такой вот плотный, плотный, шлейфовый, стойкий и очень женственный. Кто еще с ним не знаком, присмотритесь к этой красоте. Следующие два парфюма, это парфюмы от Tom Ford. Tom Ford Noir и Tom Ford Noir Extreme. Эти два парфюма очень похожи, они даже, у них даже пирамиды очень похожи. Ну, почему я купила два парфюма? Потому что я не могла разобраться, какой же из них мне нужен. Tom Ford Noir. Да, это, девочки, женская версия. Но почему-то мне показалось, что мужская версия, Tom Ford Noir Extreme, она более женственная. И я так засомневалась и, в общем, решила приобрести сразу два парфюма. Поношу, разношу. Потом, если какой-то, я пойму, что какой-то из них мне нравится больше, я себе оставлю, а один всегда можно продать. Даже уже своему сыну сказала, говорю, если мне что-то потом меньше понравится, то я тебе дам. А он поносил этот парфюм и сказал, что ему такие парфюмы не нравятся. В общем, давайте я вам буду рассказывать. Это женская версия Noir. Такой красивый флакон, плоский, гофрированный, да, рифленый, или как правильно говорить, да, очень благородный. Золотая крышка. Вот так выглядит коробка. Тоже, знаете, здесь такая конструкция, чтобы парфюм очень так плотно сидел. Очень все добротно сделано. Буквы Т, Том и Форд. Ти, Том, Форд. И какая же пирамида здесь? Имбирь, горький апельсин, мандарин, бергамот. На старте. Далее. Кульфи. Знаете, да, что такое кульфи? Это такое индийское мороженое или индийский десерт, что-то такое. Жасмин, цвет апельсина, ваниль, амбра, сандал, мастиковое дерево. На старте, да, так я и слышу здесь вот именно имбирь, именно горький апельсин, что-то горечь, какая-то терпкость здесь, сладковатость. Вот это вот апельсина, очень четко я здесь слышу апельсин, очень красивый старт. Потом, когда он утихает, он становится именно вот такой гурманский, ванильный, ванильное вот кульфи мороженое с фисташками. Очень красивый он, очень благородный. На мне стойкий. И шлейф еще не отмечали, не делали комплименты, но для меня, вы знаете, шлейф это не особо важно. Для меня важно чувствовать парфюм, и чтобы он не был удушающий. Время, время, думаю, что, наверное, тоже осень и зима, потому что он такой гурманский, сладковатый, очень приятный. Так, женская версия, да, и мужская версия, нуар экстрим. Как я вам уже сказала, мне показалось, что мужская версия более женственной. Здесь разница в пирамиде только на старте. На старте здесь кардамон, мускатный орех, шафран, мандарин и нероли. А в первом имбирь, горький апельсин и бергамот. И вот, вы знаете, вот, наверное, вот этот кардамон, мускатный орех и шафран на старте вот именно делают этот парфюм более мускулинным. Но когда он раскрывается, он тоже становится, знаете, такой вот запах вот этого десерта. Это кульфи, ванильный, фисташковый, очень красивый, тоже воздушный. Со стержнем, конечно, потому что все парфюмы Том Форд, они все со стержнем. Их не назовешь простыми и просто так, знаете, воздушными. Он воздушный, потому что ванильный. Но, ванильный такой, десертный, гурманский. Но стержень есть у этих парфюмов. Вот да, старт отличается. Вот старт здесь более такой мускулинный. А старт мне здесь больше нравится. Про скрытие, наверное, вот этот больше нравится. В общем, девочки, пишите тоже в комментариях, что вы думаете об этих парфюмах. Кстати, какой-то из них тоже снятость. По-моему, женская версия. Напишите тоже, кто знает. Очень рада, что у меня два этих красавца. Наверное, пожадничаю, чтобы продать один. Потому что они мне оба нравятся. Они очень похожи, но они мне оба нравятся. Хочу оба. Так, вот три парфюмчика. Еще вам покажу, какие у меня появились новые. Вот сейчас как раз на осень буду их носить активно. Поставлю на свою подставочку октябрьских парфюмов. И вот этот вечерний. У меня, кстати, скоро нас пригласили на свадьбу. Я думаю, что я... В начале ноября я думаю, что одену этот парфюм и буду благоухать. Все, девочки, на этом буду заканчивать. Конечно, ставьте лайки. Не забывайте обязательно ставьте лайки. Кто еще не подписан, подписывайтесь. Всем до новых встреч. Всем пока-пока. Всех целую.